Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Я вас приглашаю к просмотру очень интересное видео о галерее мастерства в городе Минске. И вот вы уже видите, что на здании есть такая вот табличка, кто проживал в этом доме. У нас в Минске это принято. Я раньше не обращала внимания, сейчас обращаю внимание. Так вот, в самом центре Минска, на главном проспекте, есть место, мимо которого просто невозможно пройти. Вот сегодня 1 сентября, я решила себя порадовать и зайти. Я помню, как мама еще меня сюда приводила за руку. Это вообще старейшая художественная галерея. И открывает вот такой вот котик. Это Андрей Питкевич, Египетское утро. А так и называется картина. Все взяла я из инстаграма, уже очень я заинтересовалась этой галереей мастерства. Так вот, это старейшая художественная галерея, созданная в конце 40-х годов прошлого столетия Белорусским Союзом Художников. И вот при входе можно сразу увидеть очень интересные картины. Причем они все привлекают внимание, все особенные. И ими хочется завладеть. Вот даже этими рыбками, сначала лошадка с человеком, и эти рыбки хватают ракушку. Вот есть в ней что-то интересное за гранью. Даже вот это вот зеркалице в интересном стиле, то есть зеркало-картина, мне очень нравится. Я знаю, есть у нас такой художник Игорь Римашевский, это в его стиле. И вот такая вот картина. Даже стоимость написана. Я обозначу курс доллара. Сколько в долларе содержится белорусских рублей на 1 сентября, чтобы вы ориентировались в ценах. Но картины здесь, конечно, есть и очень дорогие, и доступные. Вот, например, есть вот такое вот ответвление, отдел, где можно купить не только картины, но и маленькие картины, разные произведения искусства, уникальные вот арт-объекты. И, конечно же, так как я помешана на ювелирке, я даже себя называю «Джевуэр Эдикт», я хочу показать вам, какие здесь изделия. Я здесь вообще спустя 15 лет, наверное, да, действительно, 15 или даже больше лет я не посещала галерею Мостатства, как-то не было случая. А тут вот мне захотелось, меня потянуло. То ли я волновалась 1 сентября, не знаю. Потянула и все. И вот я застряла, естественно, с украшениями. Вот это вот янтарь. Я заинтересовалась и спросила, какой же здесь сплав. И здесь все вот эти вот изделия ювелирные, они из мельхиора. Что же такое мельхиор? Я разузнала более подробно, решила себе напомнить. Это однофазный сплав. Иногда добавляют еще туда железо, марганец. И вообще мельхиор носит, получил свое название в честь французских изобретателей Леона Мио и Шурье. Они создали сплав в 1819 году. И вот здесь все изделия с мельхиором. Но здесь необыкновенной красоты, конечно же, изделия. Даже вот я показываю очень подробно эти изделия на распродаже. Там вон виден и далматин камень, и кораллы. И какие-то также произведения, такие декоративно-прикладного искусства. Посмотрите, все хочется заиметь в свой интерьер. И вот у меня у мужа день рождения на следующий день. То есть завтра. Завтра это имеется в виду на дату съемок этого видео. Я хотела ему даже купить здесь. Но он не такой вот человек, не помешанный на искусстве. Естественно, на ювелирке он не помешан. Поэтому я решила сегодня просто побывать. Подумать, а вы посоветуете, какое может быть изделие мне приобрести. Потому что я очень долго думала. Вот янтарные изделия, кошечки. Разные вот такие чудо готоватые изделия. С натуральными камнями я заметила некоторые камни подписанные. То есть консультант специально подписывает, чтобы все знали, что приобретают и самим в просаг идти. Так вот, как вы заметили, здесь и видите и лампа в виде жука. То есть здесь представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Вот такие картины красивые. Специально отобраны эти все произведения искусства искусствоведами, экспертами галереи. И ценовой диапазон может иногда и порадовать. А я продолжаю любимую свою тему украшений. Очень много здесь ей посвящено. Даже вот такие вот кальмары, а-ля кальмары, очень мне нравятся. Это черный камень. Я неровно дышу к черному и желтому камню. Это, наверное, обсидиан. И также вот такие вот изделия с камнями. Это, наверное, зеленый агат или авантюрин. Бусы, наверное, с авантюрином, а сережки с зеленым агатом. Также, как вы видите, розовый кварц есть. И вот я решила приблизить, чтобы вы посмотрели на цены. 39 белорусских рублей кулон, 29 белорусских рублей кулон, серги по 75 белорусских рублей. То есть можно себе иногда просто так купить. Вот бусы 135 белорусских рублей. Уже подороже, но здесь и камушков побольше. Особенно мне здесь нравятся вот эти вот кулоны-лазуриты. Это просто какое-то волшебство. Я бы даже себе такой вот огромный лазуритовый кулон приобрела. Также бирюза представленная. Нравятся мне эти черепушки, сережки за 33 белорусских рубля. Это довольно-таки дешево. Можно себе позволить. Мне даже захотелось побаловаться, но мне нужно денежки все-таки отложить для подарка мужу. И особенно мне понравилась вот эта то ли бабочка с желтым прозрачным камнем. Это, наверное, кварц и горный хрусталь. И вот такая вот кошечка. Очень красивые изделия. Они такие особенные, но они требуют случая выхода или какой-то одежды особенной. Также вот он амулет, талисман, тигровый глаз. И особенно мне понравился набалдашник из розового кварца. Вот он. Это просто нечто. За 195 рублей можно порадовать и наполнить дом любовью. Розовый кварц славится этим. И, конечно, мало где я вижу в Минске таких достойных украшений из мельхиора с натуральными камнями. Здесь они именно достойные. Такие вот в таком красивом стиле. Даже вот нашла с янтарем кольцо с огранкой сахарная головка. Также посмотрите, какие красивые кулоны с гематитом. Насколько я знаю, вот этот вот такой камень очень красиво сочетается с серебром. И совсем недорого. 35 белорусских рублей. А также кольцо с арахисовым обсидианом. И вот я вижу, это, наверное, аметистовые сережки с фиолетовым камнем. Это или аметист, или чароид. Есть два камня фантастической красоты. И вот совсем дешевая подвеска. 37 белорусских рублей. Она крупная, достойная. Иродонит. Серьги просто необыкновенные. Но, опять же, замечу, они требуют какой-то одежды особенной. И вот, наверное, это кружевной агат. Я даже, наверное, уверена, что это кружевной агат. И вот такие вот необычные кольца. И даже кольцо с красивым авантюрином. Такими, с блесточками. Я думаю, что это натуральный авантюрин. Также здесь, посмотрите, очень много посуды вокруг. И я еще захотела присмотреться к малахиту. И к другим таким вот изделиям из перламутра. Малахит, конечно, здесь богатый выбор. Не надо никуда ехать, выбирать. И кораллы. Вот кто неравнобудушен к кораллам. А как красиво обыграно в кольце бирюза. Это просто волшебство. Все хочется купить. Но надо найти время выбрать. Вот я даже растерялась. Я хотела что-то купить. Но вот как-то во мне так сильно еще не отозвалось. Вот напишите, что у вас отозвалось внутри. Вот этот кулон с кораллом за 97 белорусских рублей. Это вот отзывается он у меня внутри. Когда я сейчас озвучку делаю. Просто какая-то невероятная красота. Также здесь вот такие вот картины. Они тоже цепляют. А вот эта картина называется Иева. Странная такая. Владимира Голубева. Я специально в инстаграм посмотрела, чтобы не говорить вам пустые вещи. Также вот красивая картина девочки с Мишкой. У них на входе та же картина стоит особенно. У них картина дня выставляется каждый день. И я потом покажу вам в конце, какая картина дня выставлена 1 сентября. Она сразу согревает. А вот это Анна Селивончик. Принцесса на горошине. Это просто нечто. Я раньше читала детскую книжку. И там художницей была именно Селивончик. Любила я ту книжку. А вот и я приветствую вас снова. Тоже видите? Зеркало, картина. Очень интересный элемент в интерьере может быть. И вот такая вот необыкновенная картина, двойственная. Вот я такой человек, черное и белое. У меня то черное, то белое. И вот такие вот статуи. Их тоже можно приобрести. Все в этом магазине можно купить. И, конечно же, можно маленькие сувернирчики приобрести. Поэтому вот кто приезжает в Минск, город Минск, Беларусь, обязательно посмотрите. А это изделия от дома Угринович. У нас есть такой художественный дом. Там керамика непростая, фарфоровая. Вот 41 рубль, 81 рубль. Тут и маки, и черника. Можно, кстати, записаться на мастер-класс к ним в Мастадском доме Угринович. Они подороже изделия, но они такие вот в такой ботанической теме. Есть и подешевле. Вот 31 белорусский рубль. И вот также мне очень понравились вот эти статуэтки из натуральных камней. Здесь и горный хрусталь. И, я так понимаю, тигровый глаз. За 21 белорусский рубль. Это даже дешевле, чем я вот недавно была в магазине, основанном гемологами. Там фигуры в два раза дороже. Поэтому здесь ценовая категория очень хорошая. То есть от самого доступного до самого такого достаточно дорогого. Ну вот, например, тарелка 241 белорусский рубль. А вот эти броши, они особенные. Это Ольга Ажанухина, насколько я знаю, изобретает. Такие броши в технике Тиффани. И вот опять лимонная тема. Я так понимаю, это Угринович. И вот эти картины известны. Если хотите подробности, то можно к ним зайти в Инстаграм. Там практически каждая картина, которая еще не продана, описана. Кто автор, какого года. Поэтому я не буду уже корчить из себя сильного специалиста. Но я человек глубоко интересующийся. У меня даже в доме есть две картины из этого заведения. Также вот эта особенная картина. Не каждая смелится купить. Ну вот все здесь вот так вот хочется остановиться и посмотреть. Вот и тема святых обыграна просто невероятно. Я не могу просто спокойно пройти мимо этого жучка за 97 белорусских рублей. Увидела его в ресторане. Особое место. Там и вот этот вот кузнечик или саранчай. И вот эти подсвечники, я так понимаю, куплены в этой художественной галерее. То есть они могут продать. Я вот думала, мужу может купить такой подсвечник или жучка подарить. Ну почему нет? Такой красивый жучок. Вот эта картина особенно вот 1 сентября отозвалась. Это стремление к спокойствию девушка такая. Это Марта Шматова. Также вот такие невероятные картины. Ну вот честно, мало где мне так вот, чтобы практически каждая картина отозвалась. Я бы хотела даже вот что-то еще приобрести. У нас есть уже 2 картины с этой галереей Мостатства. Но я хочу еще. Так как я уже повзрослела, много лет прошло. Вот думаю, вот какие картины вам понравились в галерее. Вот эта вот с голой женщиной тоже известная картина. Александра Кищенко «Вечер». Тоже мне она понравилась. И сейчас я вам покажу то, что вот особенно меня привлекло. Вот такая вот конструкция интересная. Я видела что-то похожее на нашей тусовочной в городе Минске улице Зыбецкой. Также вот такие вот статуи подороже. Я тоже к ним неровно дышу. Вот обнаженным девушкам. И вот такая вот девочка с туфельками балерины. Очень интересная, милая. И звоночек. Но вот эти изделия уже дорогие. Здесь, конечно, работа уже такая сложная. Вот эта рыба, оказывается. И свинка за такую вот стоимость. И вверху тоже рыбка. Невероятное изделие. Я бы и эту рыбу хотела. Вот нравится мне. К собакам я фигурам именно равнодушна. И лягушка или жаба невероятная. Причем такая дорогая. И вот это просто русалочка. Я обожаю русалочек. Я поклонница русалочек. И чем она невероятнее представлена в произведениях искусства, тем больше она мне нравится. Поэтому русалочка сделала мое первое сентября. И вот это просто невероятная картина. Извините меня за мои эмоции. Но она такая интересная. Такая задумка. Вот все-таки творческие люди, а не инопланетные люди. Вот этот аммонит. Фигура тоже мне понравилась. Это Владимир Пантелеев. Так и называется. Аммонит. У меня, кстати, в коллекции нет аммонита. Хочу натуральный аммонит купить. Но вот тоже скульптуры здесь интересные. Тоже насматриваю что-то. И уже хочу пойти дальше. И вот эта картина с котенком тоже очень привлекательная. На такой прекрасной ноте я хочу с вами попрощаться. Вот видите, у нас в городе Минске очень интересно гулять. Можно просто так идти. И зайти в галерею Мастаса и получить невероятное удовольствие. Вот эти картины, кстати, они подешевле. И на выходе на прощание будет очень теплая картина. Но сначала вот такая вот картина, что в городе Минске можно отдохнуть, попить кофе. Также здесь рядом за отдельную плату можно посетить выставку художника, которые временно выставляются. Как я понимаю, раньше это было бесплатно, сейчас оплатно. И вот она картина дня, скидка 10%. Называется «Вечер. Анна Королева». Вот она такая прекрасная. Не могу налюбоваться на такой теплой ноте. Говорю вам пока-пока.